И когда мы начали снимать пленку, мы увидели, что лак испорчен. Это был не полиуретан, ребята, это была затравочка, чтобы вы все это посмотрели, все это перепостили, друг другу скинули и в итоге пришли к нам и послушали на самом деле, что есть полиуретан, что сейчас происходит на рынке. Я все равно не перестану атаковать всю индустрию полиуретана и этих пленок. Ребят, еще раз, полиуретан очень круто работает, очень круто выглядит. Дорогой, хороший, качественный полиуретан, который Ваня рекомендует. Мы будем клеить в полиуретан вот эту прекрасную цель. Выполняли окрас на этом бампере, он немножко пострадал, раскололся, мы его отремонтировали, мы его перекрасили, попали в этот сложнейший цвет. Как мы это делаем, где мы это делаем, с помощью чего, какие материалы мы используем. Тема настолько острая, что вся Россия мне написала, Петр, это не полиуретан, это ПВХ, это винил. Готов представить нашего партнера, компанию Рестайлинг и управляющего этой компанией Ивана. С Иваном мы уже знакомы сколько? Привет, 15 лет. Первая компания, которая профессионально начала заниматься пленками в этой стране. Первая в этой стране машина золотая, вы все ее, конечно же, знаете. А первая хромированная машина была моя. Компания Рестайлинг супер профессионалы. Мы отвечаем за лаки и краски, за окрашивание автомобилей, за кузовной ремонт. А компания Рестайлинг вместе с нами будет заниматься полиуретаном. Что было в том видео, оно побудило очень много дискуссий, очень много комментариев, очень много вопросов. Я увидел, ну, первое, то, что была использована не полиуретанная пленка, а была поклеена дешевевшим материалом, скорее всего, китайским. Ну, полтора-два года эксплуатации, он просто пришел в негодность. Соответственно, пленка снялась с поверхности идеально, остался один клей. Разрушил структуру лака, въелся в нее и, соответственно, испортил лакрашенное покрытие. Машину под перекраску. Они их не защитили, а, наоборот, только уничтожили. И она приехала к нам изначально с вопросом, что есть несколько сколов там, где пленки не было, и мы должны это перекрасить. Ну, и попросила снять пленку. И когда мы начали снимать пленку, мы увидели, что лак испорчен. Что лак реально у нас весь в пузырях, лак весь в дырочку. Это химическая реакция клея с лаком. Клей просто сжег лак, то есть, ну, он его уничтожил. Это был не полиуретан, ребята, это была затравочка, чтобы вы все это посмотрели, все это перепостили, друг другу скинули и в итоге пришли к нам и послушали на самом деле, что есть полиуретан, что сейчас происходит на рынке. Была очень дешевая, ну, именно ПВХ-пленка, да? Ну, вполне возможно, может быть, гибрид, потому что я ее не видел, надо было посмотреть вживую, пощупать. Приходят тысячи людей, которые с тысячепроцентной уверенностью, там, просто, они вот, они прям как будто вот все это видели, они это все сами снимали, они это трогали, нюхали, изучили под микроскопом и сказали, ребята, это винил, это не полиуретан. Может ли самый дешевый полиуретан выглядит как винил? Нет, просто на том видео нет. Нет. Полик так не выглядит, у них специальные клея свои. Даже у самых дешевых он все равно будет сниматься. Даже если клей остается любым спиртосодержащим раствором, он аккуратно удаляется, не нарушая лакрашеное покрытие. Полиуретан может пожелтеть? Может, конечно. Он может высохнуть и стать плотным? Ну, как пластик. Ну, может, если он лет, там, 10 будет кататься на машине, и какой-то дешевый, там, вариант. Мы понимаем, что полиуретан может желтеть, он может подсохнуть. Когда я брал пленку, она была мягкая. Комментариев-то много было, мы подожгли, она не горела. Ну, трудно, как бы, сказать, я просто не присутствовал в моменте демонтажа. По видео, как бы, я сразу понял, что это не полик. При снятии полиуретана не остается клей на капусте? Практически нет. Никогда не остается? Он остается в малых количествах, даже, по большей части, это не клей, а праймер. Промазываются все края, сложные места, но он легко удаляется. То есть, никаких проблем и нарушений лакрашеного покрытия нет. 8 лет назад еще не все знали, что такое полиуретан, и очень скептично относились, как пленка может защищать машину от сколов, царапин. Появился полик, и все, и мы полностью отказались от винила, да, в угоду просто внешнему виду. Я жесткий противник вообще любых пленок. Пришли такие гиганты, как Люмар и Сантек, ну все, то есть, ты реально смотришь, это переднее крыло у нас в полиуретане, дальше у нас уже не полиуретан. При детальном рассмотрении можно понять, что как бы перед в пленке, но опять же, когда только профессионал поймет. Визуально, вот даже сейчас мы понимаем, что полиуретан выглядит немножко круче, чем затертые двери. Единственное, можно понять, что как бы полиуретан не премиум сегмента поклеен. Видно, что есть небольшие косяки на пленке. Видны маленькие крытора, какая-то пыль прямо вот в верхнем слое. То есть, это в процессе производства. То есть, это, скажем так, может быть некий брак производства, либо же особенность производителя. Самое главное, вы должны понимать, в клее полиуретан у нас, вот такого результата вы никогда не получите. Все привыкли к качеству Сантека, что это супер круто, к Люмару. А что происходит сейчас? С представительством СТека России дружим, покупаем у них пленки. И 99% автомобилей клеем СТека. Это Корея. Весит та же, как Сантек. И по мне, так даже гидрофоб может быть лучше, чем Сантек. Сколько реально вы брендов перепробовали, чтобы вот к этому прийти сейчас? Ну, 6-7, наверное. Насколько полиуретан реально выполняет защитную функцию, не навредя изначально накрасочному покрытию. Вода с мыльным раствором или гель специальный. Плюс у нас есть клей полиуретана. Все это запаковывается. Вот, например, капот мы поклеили. И там образуется что-то вроде такого парникового эффекта. Пленка дышит. Точнее никакого парникового эффекта не создается. Но если мы там не берем рекламную китайскую пленку, сроком эксплуатации пару месяцев, пользуем хорошую пленку и соблюдаем эксплуатационный режим, который прописан в техническом листе, проблем не будет вообще. Всегда используйте дорогие качественные материалы, потому что это не просто так придумано было изначально и не просто так они столько стоят. На полиуретан приезжают в основном новые машины. Это механическое, химическое воздействие с лакокрасочным покрытием. В документах и взаимоотношения с дилером и с производителем ведет к тому, что машина снимается с гарантии по лакокрасочному покрытию. Слушай, я с этой проблемой никогда не сталкивался, но я тебе скажу так, что проблемами, которые могут возникнуть при демонтаже полиуретана, это крашеные детали вне завода-изготовителя, не соблюдение технологий. Вот, например, у тебя соблюдается технология на 110%. Дилеры, которые вообще не соблюдают эту технологию, я не буду называть, что за дилеры, друзья и знакомые, просто клиенты приезжали, и когда мы снимаем пленку, даже просто в процессе оклейки мы подрываем, где-то надо подтянуть и так далее, у нас происходит подрыв лака, по краям, непрофессионализм мастера. Банально, мне кинул нужный слой краски, и по краям он тоньше, чем посередине. Соответственно, когда мы подтягиваем пленку, подрываются края и отвалится краска. А это что? Соответственно, и переклейка уже пленки, то, что кусок отрезан, то есть, да, и перекраска как бы детали. Щепетильно относимся к машинам, которые приезжают после ремонта. Проходим машину плачиномером, и смотрим на предмет, был ли ремонт или нет. Если у нас есть подозрения, мы эту деталь снимаем с гарантии, клиент об этом говорит. Эта деталь без гарантии клеится, и все. Тем самым мы с себя снимаем риски, и клиент, чтобы потом вопросов не возникало, а почему вот вы клеили. Да, еще один момент при оклейке, почему такие вещи происходят, кстати, часто встречались, это когда клеят, опять же, непрофессионалы, режут машину ножами, когда ты приезжаешь, машина на замену детали, а ты снимаешь, а у тебя прям... То есть мы снимаем полиуретан, и у нас слезает краска. В основном это бывает уже на перекрашенных деталях, но у нас также были и случаи, когда краска слазила и на некрашенных машинах. Греем, кипятком, льем, паром, тянем, вытягиваем, и просто лак с базой отходит, прям остается на полиуретане. Возможно, это были ремонтные машины, у которых там по дороге перевернулся автовоз. Вы купили себе BMW M4 синего цвета, заклеили ее полностью в полиуретан, это реальный случай. Вам нужно снять полиуретан, потом вам нужно покрасить деталь, а потом вам нужно снова нанести полиуретан на эту деталь, потому что у вас вся машина в полиуретане. Вы платите две цены за использование полиуретана, хотя изначально вы наносили полиуретан, чтобы сэкономить на перекрасе. Да, но у тебя нету сколов, нету царапин, нету паутины отмойки, нету даже, если кто-то тележки в супермаркете, тебя стукнул, у тебя получается маленькая вмятинка, ты чик-чик вытащил. Мы сняли полиуретан, и мы хотим ее покрасить, и нам нужно подобрать цвет. Напомню, у нас трехслойный перламутр, мы попадаем на, во-первых, перекраску одной детали и переклейку всех стыкующих по полиуретану. К чему мы пришли? К тому, что все ваши, все мои страхи, касаемо полиуретана, о том, что портится лак, о том, что слезает краска, о том, что остается клей и куча других вопросов, это все можно отнести к разряду дешевых материалов и к плохим компаниям, которые не дорожат своей репутацией. Результат, который вы получите у нас, в сотрудничестве с компанией Рестайлинг по пленкам, это будет лучший результат на рынке, и мы в этом не сомневаемся и даем на это свою гарантию, что все будет разобрано, собрано круто, пленка будет крутая, наклеена она будет круто, гарантийная поддержка у нас будет. Спасибо тебе. Поэтому работайте с профессионалами и красите их, и клеите полиуретан. Самое главное, вы должны понимать, в клее полиуретан у нас вот такого результата вы никогда не получите. Представительство компании СТЭК просто закупило ящики вдовы клейко и просто открывает и радуется, что все, у них теперь рынок теперь их.